всем огромный привет добро пожаловать в новое видео очень рада вас приветствовать у себя на канале я сейчас занимаюсь уборкой ванной комнате начинаю с бесконечной стирки с разбора стирки загрузки потому что у меня накопилось просто огромное количество тех вещей которые нужно постирать и также хочу навести порядок в ванной комнате знаете такой более тщательный порядок чем обычно забраться в те места о которых я частенько забываю и навожу там порядок даже не на еженедельной основе в общем почистить сушильную машину она уже подзабилась от пыли ее вот прекрасно мыть фильтр вот это вот все но дело в том что стирки и сушки у меня много и просто нет возможности сейчас просушить все эти фильтры также закинула постирать свой пуховик но увидела что капсула не растворилась поэтому отправляю на дополнительное полоскание нас недавно пригласили на очень красивый день рождения обычно на каких-то мероприятиях на встречах с друзьями я не снимаю потому что ну далеко не все любят какую-то публичность далеко не все готовы к тому что я выложу видео вот это все в интернет ну обычно когда собираемся большой компанией тем более если это праздник я ну не буду же спрашивать у каждого против человек или не против того что я выложу его на всеобщее обозрение но здесь на дне рождения я поснимала потому что на этом мероприятии были все достаточно скажем так публичные люди которые не боятся публичности камеры у всех своего рода есть какой-то блок кто-то ведет съемки выкладывает это все в общем никто камеры не боялся поэтому я решила почему бы не взять вас с собой и в конце ролика сделала вставку с дня рождения так что не обижайтесь что в конце я не буду говорить вам привычное пока пока недавно мне задали вопрос почему я не выхожу на работу ведь мои дети достаточно взрослые и декрет уже давно закончился я ответила на этот вопрос телеграм и хочу здесь также поговорить об этом блогерство по сути является моей работой потому что занимает достаточно много времени но тем не менее такая работа позволяет мне иметь гибкий график и работать к примеру ожидая ребенка с какой-либо секции ведь дети достаточно большие да но тем не менее мне нужно забрать ребенка из школы в обед покормить сделать уроки если в этот момент я буду на работе с нормированным графиком вот кто это сделает за меня сейчас все больше людей выбирают или меняют свою профессию чтобы иметь возможность самим формировать свой график и работать из любой точки на самом деле блогерство как профессия подходит далеко не всем потому что не все любят медийность у меня примеру есть подруга которая также работает на фрилансе но она работает администратором школ если вы также задумаетесь о фрилансе но не знаете как ко всему этому вообще подступиться то очень советую записаться на бесплатный мастер-класс по фрилансу с гарантированным трудоустройством марии лебедевой моя подруга обучалась как раз у марии поэтому смело могу советовать мария начинала с нуля на фрилансе и сейчас имеет более семи лет опыта в онлайн образовании за последние полтора года она работала сотнями онлайн школ и помогала им развиться она также трудоустроила более тысячи учеников по всему миру и поддерживает благотворительный фонд помощи аутистам рынок онлайн образования растет с каждым днем вакансий все больше поэтому это отличный шанс найти себя в этой сфере цель марии не только обучить но и трудоустроить своих учеников вы сможете закрыть долги и работать удаленно в комфортное для себя время освоить профессию в которой конкуренция в разы ниже чем для копирайтеров smm таргетологов а вакансий пока больше чем специалистов регистрируйтесь на мастер-класс по ссылке в описании к видео чтобы узнать больше о свободной от места и времени профессии от марии которая прошла этот путь сама всех учеников ждет чек-лист по быстрому старту на удаленке ну а я продолжаю заниматься уборкой ванной комнате сейчас как и сказала решила все-таки попылесосить фильтры потому что у меня как раз была такая история что сушильная машина перестала досушивать вещи я вам об этом рассказывалось по моему в прошлом видео и вот дело было в том что фильтры забились лучше их пропылесосить однозначно это лучше для сушильной машины недавно меня осенило что все-таки очень рада тому что веду свой канал хотя временами конечно появляется большое желание честно закрыть канал но вот в такие моменты я вспоминаю вас моих зрителей и вот сколько полезного и приятного вы также делаете для меня я например в жизни бы не додумалась просто вот как-то вскользь сказала по моему в прошлом видео что ароматизированные салфетки для сушильной машины у меня не получается использовать так как они залетают сверху на внешний фильтр ну и вот явно перегревают сушильную машину и она иногда еще выдает ошибку будто бы фильтр засорен вот я бы ни за что не додумалась мне моя подписица написала что нужно просто положить салфетку в сетчатый мешочек и это действительно работает вот сейчас использую те салфетки которые мне мама еще подарила они у меня в год практически пролежали я так периодически ими пользовалась но вот они залетали на фильтр и я как-то особо их не использовала а еще кстати я недавно заказывала такие ароматизированные салфетки на озон прочитала отзывы и в одном из отзывов было написано что коробка пришла в хорошем состоянии все нормально а когда открыли увидели что внутри все прям покрыто плесенью и вот у меня случилась такая же история все таки заказала ну хорошо что с озон нет проблем возврата я сразу оформила возврат приехал курьер забрал и не нужно доказывать что ты не индюк что ты как бы прав часто свайл берез например такой номер не прокатывает так я решила сначала помыть вот разобрать сушильную машину загрузить стирку а потом сразу пропылесосить потому что летит пыль очень много вот этой ворсы и вообще честно говоря я терпеть не могу уборку пола то есть пылесосить мыть пол вот чаще всего за меня это делает робот пылесос но конечно он не сделает это так тщательно могу в принципе сказать что мы наверное друг друга дополняем потому что робот пылесос часто забираются какие-то такие щели под мебелью куда я со своим пылесосом например так не доберусь этого не сделаю ну а когда совсем у меня настроение такое уборочное я беру мощный пылесос который проводной и начинаю пылесосить все вокруг сейчас наконец-то мой пуховик прополоскался еще раз и я так посмотрела результатом довольно отправляю его в сушильную машину знаю что некоторые до сих пор боятся стирать пуховики ну вот я прям очень довольна результатом естественно вот я не советую стирать пуховики тем кто не использует сушильную машину потому что вот потом надо эти перья взбивать они не всегда хорошо взбиваются и и вот эти перья внутри если они недостаточно хорошо обработаны а вы этого никогда не узнаете то они могут запреть ну в общем ничего хорошего и я стираю потому что потом отправляю в сушильную машину и на самом деле стираю все что угодно не только пуховики но все пуховые принадлежности подушки ну знаете как если например я знаю многих есть опасения что чехол наволочки да вот подушки может разорваться и перья разлетятся такой риск в принципе существует но вот что касается подушек я смотрю например на сам чехол если он вызывает сомнения есть какое-то недоверие то я вот например недавно стирала подушку прям с наперником не отдельный наперник ну и как бы все отлично и отправляю туда шарики для сушки они шерстяны впитывают влагу и тем самым еще хорошо помогают взбивать пух гремят они конечно просто ужасно если есть возможность их не использовать то я не использую сейчас также хочу помыть пол у меня уже довольно давно года три наверное набор для уборки пола от zetter я честно говоря хочу его заменить тоже на zetter потому что по моему опыту вот мне разные присылали на обзор этот самый качественный мне очень нравится но у меня слишком большой объем ведра на 10 литров воды с одной стороны это хорошо то есть ты прополаскиваешь тряпку реально могут в чистой воде но при этом набирать 10 литров по моему это перебор и носить тяжело у них есть ведра поменьше особенно если у меня там в планах помыть пол в одной комнате то этого ради этого набирать целое ведро не очень удобно но конечно чаще всего я делаю уборку пола не в одной комнате а сразу либо в половине дома либо целиком квартиру мою также решила разобрать унитаз ну как разобрать снять крышку тщательно ее помыть давненько я этого не делала уже наверное несколько месяцев ну просто вот так мыла чтобы снимать давно этого не делала и честно говоря это очень удобно можно хорошо помыть хорошо сполоснуть на видео не попало но в этот раз я также вечером еще помыла стиральную машину помыла хорошо резинки контейнер вот этот отсек для стирального порошка и также средством для уборки ванны я прошлась по тем местам на полу где попадают капельки воды вот например гигиенический душ он немножко потекает то есть вода остается в шланге и может немного капать и остается известковый налет на полу и также возле полотенца вот возле раковины где руки вытираем по стене дети так вытирают течет вода в общем там все побрызгала и отмыла уже вручную также хочу сегодня сделать расхламление в ящике под раковиной потому что честно говоря я уже наверное год туда не заглядывала мы когда переехали после ремонта в ванных комнатах я туда как-то все закинула и вот даже не открывала просто я не пользуюсь этой ванной комнатой ей пользуются все остальные члены семьи и смотрю там просто открыла жуткий бардак покажу чуть попозже ну в общем решила просто выкинуть все иногда у меня появляется такое настроение под названием просто избавляемся от всего ненужного сразу становится легче дышать я на протяжении двух недель наверно так наверное даже еще больше с нового года вот просто избавляюсь от всего того что лежало какое-то время там достаточно длительное я думала буду пользоваться не буду нужно не нужно и при этом я вот просто от всего избавляюсь безжалостно и не покупаю ничего взамен ну то есть это расхламление не ради нового расхламления ради расхламления ради такого пустого опустошенного пространства для того чтобы по моим личным ощущениям это вот сейчас не про эзотерику не про различные философии я просто действительно так ощущаю что как будто бы энергия циркулирует вообще в доме лучше и я чувствую себя гораздо лучше если мне не попадает на глаза ничего чем я не пользуюсь то что меня не радует и вот я потихоньку открываю какие-то шкафчики убираю там навожу полнейший порядок я очень рада что таких мест дома становится все больше но тем не менее такие места которые стоит расхламить дома все-таки еще есть я рада что их становится все меньше но тем не менее есть над чем работать и есть от чего избавиться так или иначе такие вещи от которых нужно избавляться они в любом случае появляются дома даже если ты потреблению подходишь разумно разумно подходишь к покупкам просто дети например вырастают вещи выходят из строя какие-то вещи начинают требовать ремонта вещь разонравилась такое бывает это вообще нормально но у меня все равно есть какое-то количество вещей и мест для разбора которые просто вот до которых просто никак не дойдут руки например какие-то крупные детские игрушки которые хранятся на балконе там если честно вот просто завал я понимаю что то что меня останавливает там все разобрать это мнение ребенка но то что это вещи ребенка и мне нужно это делать как бы либо вообще без нее либо по договоренности но вы знаете ульяна тот еще плюшкин мы недавно расхламлялись не в прикроватных таких в ящиках в кровати причину расхламления покажу вам в следующем видео но самое интересное что больше половины естественно было невероятно нужных мягких игрушек поэтому избавиться от них мы не смогли вот так выглядят ящики в шкафу под раковиной а здесь у меня хранятся полотенца и все в принципе нормально а вот здесь просто жесть здесь чего только нет ульяна кстати часто делает всякие опыты рисует и все что плохо лежало вообще попадает сюда там она помыла поставила ну по большому счету я просто выбросила все потому что здесь лежали какие-то мои средства стайлинга для волос какой-то старый уход руки не доходили и сроки годности просто вышли то что в тот момент было под вопросом я закинула сюда и в общем очевидно что мне эти вещи вообще не пригодились вот год назад закинула и все сейчас поняла что просто до свидания мне ничего из этого не нужно ну там осталось какое-то количество вещей то что действительно мне нужно я была рада это увидеть пригодится я просто уношу в свой санузел тот которым я пользуюсь а здесь хочу навести порядок для того чтобы всем остальным членам семьи было что-то ну место туда положить чтобы это все лежало красиво удобно но знаете то что им действительно нужно туда положить вообще очень хочется все так разместить чтобы ты открыл любой ящик дома и понимал что там чистота порядок и гармония по итогу увидите результат честно говоря он меня очень порадовал просто эффект максимально пустого ящичка и в моей ванной который я пользуюсь честно говоря такого не добиться потому что у меня действительно большое количество разных средств уходовых декоративных разных средств для волос разные брашинги и вот большей частью я действительно пользуюсь но тем не менее я все таки еще доберусь до шкафчиков потому что пришла пора расстаться с теми продуктами которыми давно не пользовалась это значит что просто сроки годности выходят и я понимаю что они мне скорее всего не подошли просто вот например что-то очень хорошее я сразу отдаю вот если поняла что мне не подходит например там гости ко мне подружки приходят или я иду в гости и знаю что мне вот средство просто не подошло оно очень хорошее например вот недавно купила крем воспользовалась несколько раз поняла что он мне совсем не подошел к сожалению пробников было нигде не достать этого крема я сразу подарила подруги и вот он ей подошел настолько что она сказала что вообще ничего лучше в жизни не пробовал я естественно была очень рада а некоторым средствам я даю еще шанс потом еще один понимаю что все таки нет и дело вот не в том что я бесконечно скупаю все лишь бы для того чтобы скупать у меня действительно очень проблемная кожа очень капризная много с ней проблем подобрать свой продукт ну если сказать не просто это вообще ничего не сказать мне не может помочь ни один косметолог с этим вопросом ни один консультант вот только методом проб и ошибок кстати говоря вы просили меня рассказать подробнее о том что я делаю сейчас с лицом какие результаты в общем делиться успехами неудачами на тему борьбы с розацией и как раз сейчас я доубираю я поснимала в кабинете косметолога расскажу что делаю и как вообще успехи в дальнейшем и мы raten и мы в дальнейшем в дальнейшем и мы в дальнейшем я не вижу в дальнейшем нет мы пуховик мой высох. Я, кстати, результатом очень довольна. Несмотря на то, что вот эта белая вещь, я с удовольствием ношу, потому что знаю, что могу постирать. И, честно говоря, в сравнении с химчисткой стирка вот гораздо лучше, потому что химчистка, они еще часто не берут. Куртки начинают неохотно говорить о том, что вещь вообще-то не подходит, какие-то пятна могут не отстирать. А еще были такие случаи, когда степлером прикрепляли вот эту этикетку химчистки прям к материалу куртки. Я просто была в шоке. Стирка прекрасна. Достаю, весь чистая, приятно пахнет. Несколько дней назад ходила к косметологу на процедуру биоревитализации. Честно говоря, я каких-то прям манипуляций с лицом, ну, считай, вообще не делала по сравнению с другими девчонками, подружками, которых я знаю. Реально большинство все-таки попробовали вот просто уже огромное количество процедур. В курсе всего я чувствую себя настолько незнайкой в этой стране. Я толком вообще ничего не делала, кроме того, что год назад делала ботокс в верхней части лица. И мне результат очень понравился. Я хотела повторить процедуру, ну, как бы собираюсь вообще это сделать. Но я решила в первую очередь разобраться с красными пятнами на лице, сразиться с краснотой, ну, как оказалось, с разацией. Что могу сказать по результату биоревитализации? Косметолог посоветовала мне сделать ее для того, чтобы у кожи была возможность быстрее регенерироваться, как бы было из чего брать. Вот этот ресурс. И потом мы сделали еще третью процедуру на аппарате М22. Процедура называется фототерапия. Мне, кстати, писали комментарии, что вот на аппарате М22 было невыносимо больно. Возможно разный болевой порог, возможно разные насадки. Я не знаю, не могу сказать, что для меня это было невыносимо больно, но приятного, конечно, мало. А возможно у меня другая мощность, не знаю. Ну, что хочу сказать. Как мне кажется, результат однозначно есть. Он не стопроцентный. И в принципе косметолог, вот которому я доверяю, сказала, что на данный момент она не видит необходимости продолжать вот эту процедуру. Нужно поискать причину розации где-то внутри. Это, я так понимаю, воспаление стенок сосудов, я так понимаю. Но результат однозначно есть, и он меня радует. Я стала более светленькой, менее контрастной, если можно так сказать. И кожа на данный момент так сильно не реагирует на любые, ну вообще на любые раздражители. Но у меня даже на любой тоник для лица, тонер, лицо сразу краснело. Сейчас, конечно, эффект есть, и кожа так сильно не реагирует. Я вчера ходила на тренировку, тренер ему говорит, скажи, я меньше краснею. Мне говорят, да, прям, особенно если с ней сравнивать, как бы вообще, как бы, когда шутся, они будут, ну сразу выходишь, короче, и уже вся просто бордовая. Ну, послушайте, нет как-то без анестезии вообще, конечно, полет. Может без анестезии, но... Нет, ну я не знаю, я бы сказала, не могу. Я думаю, что чуть-чуть, подержите мне недолго, в плане, там, 10-15 лет, чтобы чуть-чуть вас заморозить, будет легче и вам, ну и мне, потому что вы не будете пытаться он ползки. Так, и Старин, ты расскажи себе два слова, как ты презентуешь, как мне рассказывать тебе, чем ты занимаешься, если человек, если человек... Чем можешь помочь людям, ну скажем, чем можешь помочь Марине, допустим, например, а? Друзья мои, я, наверное, скажу сейчас банальные слова, но мы рассчитываем на ваши эмоции, максимально проявляйте их, кричите, топайте, делайте все, что угодно, чтобы Юля, как всегда, почувствовала себя настоящей звездой, и вы, и она и является. Вы все прекрасно это знаете, поэтому давайте максимально ее поддерживать. Для нее, несмотря на то, что она здесь с нами уже достаточно продолжительное время, все равно это волнительный момент, поэтому давайте сделаем так, чтобы этот день для нее запомнился навсегда. Так, ждем нашего красавца-мужчину. Если честно, я не знаю, какие эпитеты сейчас можно сказать, помимо того, что она самая яркая, самая лучшая и несравненная. Человек, который мотивирует нас каждый день, человек, который дает нам понять, что мы все сможем, наша звезда, наша музыка, ваша, извини, не только твоя, но и наша в том числе. Мы ее безгранично любим. Друзья мои, давайте же скорее встретим ее. Ту, которая покорила наши сердца и никогда их не отпустит. Даня, у нас все готово? Хорошо. Даня, у нас все готово? Ради которой мы все здесь так. Ради которой мы готовы на все. Человек, для которой нет невозможного. Несравненная, необычайно красивая, яркая, сияющая, любимая, любящая и счастливая. Дамы и господа, ваша именинница Юлия! Я хочу прожить этот день с вами, разделить его с вами и быть еще вкладом для вас, чтобы вы получили яркие эмоции, запомнили этот день. Возможно, даже, знаете, загадали его себе, чтобы вы поняли, как я хочу. И расширились, вот знаете, чтобы ваша емкость расширилась. И вы такие, все, на меньшее я не согласна. Вот, потому что когда-то мне тоже приходилось такое про себя думать и после этого вот случались какие-то новые открытия в моей жизни. Я хочу, чтобы для вас этот день тоже был таким же ценным, какой он для меня. Благодарен за то, что вы нашли премия и находитесь сейчас здесь. У нас уже был опыт у Юли, когда-то была собака, которая сейчас у ее родителей живет. Так получилось. Да, да, тогда у нас появился Антон. В общем, вот у нас такой житель появился, это Юлин и он... Юль. Больше, больше эмоций, сейчас! Оооо! Это счастлива! Да, он правда дарит огромное количество счастлива. Я сегодня, когда забирал его при всей моей, как бы, при всем моем нежелании, я, конечно, вот как бы его на руках нам и тискал, и все это так. В общем, с днем рождения! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok